всем привет вы на стиле с вами как всегда дарья носик я хочу вам представить сегодня мою соведущую наталью фременко наташа я тебя очень рада что ты сегодня со мной дальше привет всем здравствуйте и сегодня я предлагаю поговорить нам об многослойности что это такое многослойность я так понимаю что это какое-то количество одежды надетая друг на друга или друг подруга друг подруга сейчас мы будем разбираться кто зачем и почему и какой длины что должно быть скажи пожалуйста чтобы создать многослойный образ на что нужно ориентироваться на самом деле самые главные вещи именно те которые должны иметь своем гардеробе каждая девушка для того чтобы создать многослойный образ они очень просты это базовые вещи да абсолютно абсолютно базовые вещи которые есть гардеробе каждой дамы поэтому когда мы будем сочетать их между собой мы можем получать все время новые новые образы огромное количество этих образов и опять же чтобы наш образ получился красивым и законченным нужно не бояться сочетать разные текстуры ткани правильно абсолютно точно но самое главное при этом нужно чувствовать себя уверенной в этом образе потому что какой бы мы ультрамодный образ не собрали если девушка в этом образе себя чувствует некомфортно не уверена то соответственно и должного впечатления на общество на людей она не произведет в этом образе никому ты не докажешь что это красиво если ты в этом не уверена себя чувствуешь я полностью с тобой согласна поэтому каких-то определенных правил нет нет да я думала с тобой все по полочкам разложим а что сейчас сочетает какой длины от из-под чего должно торчать нет нет но мы конечно же рассмотрим некоторые варианты но как таковых правил которым нужно 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 было бы придерживаться их конечно же нет я думаю что главное что было комфортно я думаю чтобы составить какой-то красивый образ да нужно не бояться сочетать различные текстуры да а например мы о чем говорим например мы можем сочетать кружева и шерсть да или матовые текстуры с глянцевыми текстурами или еще какие варианты наташа помогаем пример можно взять обычную водолазку любого цвета жену желательно например темного черного либо темно-синего и надеть эту водолазку под рубашку то есть это вот такой получится многослойный образе интересно да и в случае если у нас в наши погодных условиях утром было минус 20 а днем например уже минус 10 то в принципе это водолазку можно и снять в течение дня если вдруг покажется вот часто сказала про погоду и как раз мы сейчас переходим к к верхней одежде да и многослойность верхней одежды она как раз очень даже актуально в нашем климатическом поясе потому что мы утром как ты уже правильно сказала заметила мы выходим на улицу в минус 20 машине это очень жарко днем это уже плюсовая температура и нам уже будет некомфортно и тогда нам на выручку приходит многослойность верхней одежде и здесь как раз должно сработать то правило что верхней одежде в гардеробе должно быть много почему вообще в мире моды существует два сезона как мы знаем это весна-лето и осень-зима но к сожалению в наших климатических условиях абсолютно другая ситуация у нас есть и зимний гардероб в него включаем мы всю верхнюю одежду все аксессуары это обувь шапки шарфы ремни туда и все что лапки а все что мы носим файл грубо говоря с сентября по май то есть это такой большой у нас очень сезон зимний есть летний плен года полгода даже его и сима это ужасно есть у нас некий такой летний гардероб которая летняя одежду мы носим соответственно в летний период и существует в наших климатических условиях такой гардероб как межсезонный это вся та одежда который мы носим весну осень и зиму под верхнюю одежду соответственно так как этот период у нас самый большой самый продолжительный межсезонный гардероб и зимний гардероб у нас должен быть самый самый большой и самый объем а у нас всегда наоборот да мы всегда покупаем летние платья которые мы и не успеваем их относить в тот самый коротенький да наша лена поэтому друзья не бойтесь покупайте себе огромное количество верхней одежды зимней одежды до теплой одежды но она должна быть тонкой чтобы вы могли ее наслаивать друг на друга правильно ну и вообще многослойность предполагает собой конечно же оверсайз то есть об этом не нужно забывать если мы хотим одеть одну одежку на другую соответственно должна быть немножко побольше размером чтобы не было ощущение стянутости и скованности вот сейчас у нас здесь представлена в студии небольшая подборка тех элементов одежды которые можно спокойно сочетать между собой друзья я напоминаю что мы говорим о верхней одежде и сегодня у нас студии представлены вещи это вещи из базового гардероба которые при сочетании между собой создают очень огромное количество образов это могут быть не ультрамодные вещи это обычные ваши вещи которые будут служить вам и переходить из сезона в сезон наташа ну давай сейчас на примере покажем нашим зрителям что должно быть в гардеробе каждой девушки чтобы создать ту самую многослойности из верхней одежды здесь абсолютно все классические вещи да абсолютно точно как тоже и сказала не обязательно чтобы эти вещи были какими-то ультрамодными именно актуальными в этом сезоне если кто-то действительно гонится за модой за тенденциями следить за ней это абсолютно классические вещи например джинсовая куртка джинсовая куртка это как раз та история которая уже продолжается не один сезон до который говорит о том что сейчас моде все те же 80 90 из этой же эпохи у нас пришли к нам кожаные куртки косухи да и кожаная куртка черного цвета это как раз та самая базовая вещь которая должна быть гардеробе она с нами останется надолго да если уж вот такую куртку приобрели то она вам послужит не один сезон здесь у нас также есть классическая двубортная двубортная пальто песочного цвета или цвета кэму как сейчас модно говорить да также у нас есть здесь синий цвет как мы уже не один раз говорили что синий цвет это цвет который подходит абсолютно всем да что у нас есть еще есть нож есть вот такие тоненькие курточки пуховички которые можно надевать и под пальто и под джинсовую куртку если это жилет можно даже попробовать и составить интересные образы поверх какой-либо верхней одежды если конечно объемы позволяют мы помним что многослойность предполагает собой оверсайз то есть вещи если вы боитесь немножко себя увеличить объемными вещами то расскажу маленькую хитрость если вы даете немножко свободы между телом и одеждой то это вы еще смотритесь еще более более ровно и для более маленькой а здесь вот я еще хотела показать что здесь у нас спрятался еще один жилет он такой вот удлиненный тоже прекрасно подходит и сочетается с любым пальто ну и конечно же помним о том что самая основная функция одежды это все-таки защитная то есть мы защищаем свое тело от погодных условий вот и в данном случае это все очень и очень тепло да потому что и современно модно и актуально я предлагаю сейчас немножко нам поэкспериментировать и понаряжаться и показать как на примере как это в реале можно осуществить я предлагаю вот такой вариант интересный из двух составляющих довольно классических бежевое пальто и джинсовая куртка то есть ты ты предлагаешь надеть под пальто джинсовую куртку да очень интересно я так не додумалась еще предлагаю вариант но это же немножко более смелый образ это на пальто надеть сверху джинсовую куртку также можно поступить если у вас есть бомбер спортивный бомбер можно попробовать надеть его на пальто получится довольно интересно я думаю что пальто в лучше должно быть немного приталенным чтобы как раз ну и либо бомбер должен быть оверсайз большим да а лучше наташа скажи пожалуйста какую верхнюю одежду можно подобрать сегодня для меня под мой образ но из того что мы имеем я бы выбрала например вот это синее однобортное пальто и как ты уже сказала твой любимый коричневый кардиган давай мы можем надеть как на пальто его и под пальто какой вариант выбирай более классический на пальто но я думаю что даже сегодня в сегодняшнюю нашу погоду я почувствую себя очень комфортно при том что абсолютно даже можно и не застегивать пальто очень красиво и интересно и уже и уже необычно да уже не не простой образ а уже многослойный который хочется рассматривать да и конечно же чтобы завершить наш образ и сделать его полным нам нужны аксессуар и о том как это сделать модно и красиво смотрите нашу рубрику фэшн советы и сегодня речь пойдет как раз об аксессуарах которые есть гардеробе у каждой девушки это шарфы палантины и платки а сейчас мы собственно и покажем как при помощи обычных аксессуаров можно сделать необычные и очень интересные образы возьмем такой платок например можно носить его как альтернативу шапки завязав его косынку причем что косынки были совершенно недавно очень актуальные и модные ну и к тому же это довольно тепло а еще покажу вам один образ так скажем для смелых девушек при использовании кепки так держи вот совершенно мне мне очень нравится мне очень нравится и классно сейчас очень актуальные шарфы объемные и длинные я покажу каким образом можно интересно его и необычно надеть но при этом он все таки выполняет наверное больше функцию декоративную нежели защитную вот таким образом на плечо и при этом можно еще прихватить за ремнем ремнем и на этой фэшн ноте мы прощаемся с вами будьте на стиле пока пока пока